Самый страшный зверь на земле – это человек. Об этом точно знают сотрудники Ивановских приютов для животных. К ним регулярно привозят зверей, покалеченных людьми. Человеческая жестокость не знает предела, считают волонтеры. С проблемой преступления и его наказания они пришли на прием к сотрудникам полиции. Цель нашего прихода сюда – это наладить хорошее, доброе сотрудничество между фондом и сотрудниками полиции. Чтобы вопросы, допустим, жестокого обращения с животными или же ненадлежащего содержания, ненадлежащего выгула, то есть фиксировались. Неравнодушные горожане уже привлекали внимание общественности к проблеме жестокого обращения с четвероногими в апреле этого года на митинге. Тогда они просили принять гуманный закон, который запретит отстрелы животных. Угрозу они видели во властях, которые равнодушно относятся к хвостатым. Сейчас ситуация принимает другой оборот. Мучают зверей и издеваются над ними даже хозяева. Казалось бы, убивают тех, кто должен защищать. У нас ведь сколько есть людей, которые уничтожают. У нас общество разделено 50 на 50. Одни спасают, а другие уничтожают. В приютах десятки псов со сломанными судьбами. Кто-то надоел, кто-то приносил слишком много неприятностей и затрат, на ком-то срывали злость. В приют «Майский день» пару дней назад приехали сотрудники одного из заводов города и рассказали, что на территории жили пять собак. Однажды четыре пропали, а тело пятой неизвестные превратили в кровавое месиво. Из уверы разорвали ей пасть, частично сняли кожу. Лапы от ампутации удалось спасти лишь чудом. Ветеринары собирали животное буквально по кускам. И эта ситуация, увы, не единичная. Да, была ситуация, сотрудники приюта подкармливали щенков. И щенки всегда прятались в трубе. На следующий день мне приходят, значит, все отверстия в трубу затманы. То есть, выхода вообще щенки не могли найти, и щенков подожгли. То есть, ни одного щенка вообще спастись не удалось. То есть, кричим о помощи, чтобы люди хотя бы какие-то меры предпринимали. Если они верят, что кто-то жестоко обращается с животными, чтобы как бы минимум не проходили, да хотя бы какие-то действия предпринимали к этому, спасали, помогали. Эту несчастную собаку в приют «Зоу-37» доставили вечером 2 ноября. Женщина услышала спуление на дне мусорного бака. Раскопав отходы, она обнаружила мешок, придавленный бревном. В нем лежала еле живая собака. Сейчас пес хорошо ест и гуляет, но он очень истощен. Все тело в язвах и болячках. Диагноз сотрудники приюта пока не поставили. Они предполагают, что хозяева испугались болезни еще молодой собаки и пригласили специалиста, чтобы животное усыпили. Лжеветеринар, видимо, сэкономил на препарате и выбросил собаку в бак. Таких садистов в белых халатах рассказывают в приюте в городе много. «Они берут деньги за усыпление, за утилизацию и забирают с собой труп. То есть человек, который им это отдает деньги, он же не знает, как они будут утилизировать. Вот он утилизировал, будем так говорить, в бак, придавил бревно. Вот это у него назвалось утилизацией». Кадебо – редкая испанская порода собак-охранников. Название ее в переводе звучит как «бычья собака». Видимо, поэтому хозяева оставили этого молодого кобеля привязанным к дереву. Несколько дней пес был голодным. Антонина Васильева рассказывает, эта порода довольно редкая в Иваново, здесь таких собак единицы. Но невысокая цена за животное и некроткий нрав собаки не помешали выбросить ее на улицу. Видимо, хозяева оказались не готовы к уходу за животным. «Когда люди заводят, они должны знать, то есть об этой породе читать. И готовы быть к тому, что собака растет. И что это будет неудобство создавать для всех». Волонтеры приютов считают, что решить проблему людской жестокости можно. Прежде всего, нужно ввести регистрацию животных, чтобы каждый владелец знал, что за жестокое обращение с питомцем его серьезно накажут. На улицах станет меньше бродящих котов и псов, если каждое животное будет зарегистрировано. В приюте «Зоу-37» получить питомца не так просто. Сотрудники тщательно изучают будущего владельца, стараются понять, сможет ли он стать хорошим хозяином животного, не выбросит ли его на улицу. «Когда берут собаку, то не просто так ее отдают. Вначале выясняем, куда ее, в частный дом или в квартиру, с какой целью ее берут. Есть ли дети, как они вообще относятся к животным. Потому что если это котенок, и его берут детям котенка, то здесь просто так еще не отдадут». В приемной Варваре Мудрой сотрудники полиции рассказали, что бороться с живодерами можно. Нужно, чтобы общество объявило им войну. «Люди, если знают факты жестокого обращения с животными, должны не бояться. То есть каждый человек имеет право и должен, и обязан пойти и написать заявление в полицию. А дальше уже будет проведено расследование». 245-я статья Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными пока не работает. В регионе официально установлен всего один случай издевательств над четвероногими. Дело доведено до суда. Причина безнаказанности живодеров в том, что люди, свидетели произошедшего, закрывают глаза на жестокость и проходят мимо. Садистов нельзя покрывать. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.